Незаконно срубил елку, к Новому году оплатишь штраф. Арсенал лесных хозяйств пополнили камеры, дроны и футоловушки. Сейчас в регионе ведут заготовку новогодних деревьев. Как лесничие выбирают, что пойдет под топор, а что нет. Алексей Бородин побывал в лесу. Сегодня в Кудряшовском бару рубят первые новогодние елки. На хвойных базарах будут представлены отсталые деревья, которые не дают дорогу молодым. Сталовые в росте, это низкие, сухие ветки, погибшие некоторые деревья остаются. Их тоже убираем. Другие породы бывают, которые остаются, тоже там кустарник, убираем. Ивняк, если там попадает, который мешает делать охлестывание веток. Так потихоньку все вычищаем. По словам лесников, чтобы лесное хозяйство процветало, на гектаре земли должно из 5000 оставаться около 400 стволов. Для этого каждый год проводят рубки трех типов. Прочистка для улучшения условий роста главной породы. Прореживание, чтобы создать благоприятную среду для формирования стволов. И проходное увеличение прироста лучших деревьев. Примечателен и инструмент, которым ведется вот такая оздоровительная рубка. Для начала при инспекции деревьев делают несколько вот таких вот затесов. А после, макая в красную краску, ставят клеймо. И уже через год, когда деревья начнут пилить, будет понятно, легально оно или нет. Отслеживать тех, кто рубит деревья без разрешения, лесничим помогают новые технологии. Камеры, дроны. А с недавнего времени в арсенале охраны лесных хозяйств фотоловушки. Мы стараемся ее поставить немножко подальше от глаз. Немножко ее замаскировать. Человек ее не увидит. Лампочки на ней никакие не мигают. Как раз таки человека фотоловушка увидит в темное время суток. Те, кто стоит на страже лесных просторов годами, уже знают излюбленные места браконьеров. Ну а если черный лесоруб все же заметит и снимет с дерева скрытую камеру, на базе об этом узнают в ту же секунду и сразу отправят патруль. И те, кто попались, заплатят нешуточные штрафы. Так, к примеру, за каждую срубленную елку придется выложить около 10 тысяч. А один нелегальный кубометр древесины обойдется примерно в 160 тысяч рублей. Алексей Бородин, Евгений Павлов. Новости ОТС.